Быстрое заселение, возможность жить здесь и сейчас. Барнаульцы все чаще смотрят в сторону вторичного жилья. Такая же ситуация в соседнем Новосибирске и в других городах страны. Эксперты объясняют, люди охладели к новостройкам, в том числе из-за снижения покупательской способности. В последние годы драйвером рынка была дешевая ипотека. Благодаря льготным госпрограммам новые квартиры активно продавались. В прошлом году произошел очередной перекос в сторону роста цены на новостройки. И из-за того, что цена выросла значительнее, чем на вторичном рынке, вторичный рынок стал более привлекательным. Потому что можно купить квартиру готовую, что называется, на ключах с ремонтом и даже с мебелью, возможно, дешевле, чем купить квартиру в бетоне. И потом делать ремонт или еще даже ждать, когда она достроится. Поэтому выгоднее, конечно, купить сегодня вторичку. Перетекание этих людей все равно присутствует в большей степени. Потому что если раньше люди покупали квартиру в новостройке от инвестора, так скажем, да, они могли позволить себе под дешевую ипотеку 8-10% годовых, скажем так, обслуживать эту ипотеку и делать ремонт. Сегодня 11-12% ипотечная ставка и цены на квартиры очень подросли. Поэтому люди ориентируются на платеж, чтобы у них в платеж входило все. Несмотря на экономические сложности, в Барнауле рынок недвижимости активный. Средняя цена за квадратный метр на первичном рынке от 100 тысяч рублей и выше. Вторичка колеблется от 85. На первичном рынке цены как росли, так и продолжают расти. Может быть, не так активно, как это происходило за 2020, 2021, 2022 год. А то, что касается вторичного рынка, да, действительно был большой всплеск из-за ряда разных событий экономических, из-за процентной ставки очень высокой. И получилось, что мы видели большой всплеск цены на вторичном рынке. Однако к осени 2022 года цена начала возвращаться к осени 2021 года. И сегодня вторичный рынок стабилен. Еще один интересный тренд в сфере недвижимости – спрос на малоэтажное строительство. Даже больше – это настоящий бум на частные дома, говорят эксперты. Пандемия ускорила этот процесс, когда людям надоело жить в коробках. Но больше к земле тянет привлекательная цена. Свой дом, отопление, гараж. А стоимость квадратного метра будет ниже, чем в новостройке. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.